Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев и в четвёртом уроке мы с вами будем устанавливать сайт На движке WordPress, это наверное самая популярная платформа для создания сайтов блогов Более подробно ознакомиться с этим движком вы можете вот по этому адресу Итак, план урока Установка движка WordPress Первые настройки движка Переходим на наш хостинг Все аккаунты Заходим в наш аккаунт Листаем ниже Нажимаем автоустановщик Листаем вниз Нам нужно управление контентом Вот этот сам WordPress Его можно конечно же качать с официального сайта, это движок Он бесплатный И устанавливать на хостинг посредством заливка самого движка на хостинг Но мы пойдем простым путем и можно будет установить прямо из панели хостинга Нажимаем WordPress 4.0 Видите, у меня уже подставил доменное имя У вас должно быть свое Здесь ничего не трогаем Закоставляем русский Имя пользователя администратора Я советую вам записывать все куда-нибудь это, чтобы не потерять Это будет вход Логин В админ панель сайта Ну или на сам сайт У меня будет тест Придумываем пароль администратора Емейл Название сайта Я пишу тест Вы придумываете себе свое название Подзаголовок сайта тоже Детали новой установки Здесь можете просто почитать Нажимаем установить Приложение успешно установлено Имя WordPress Установлен дата Адрес У меня сейчас идет в процессе И загружается Видите, загрузка Надо подождать, когда файлы распакуются Если у вас вот тут вот загрузка не перестала крутиться Просто перезагрузите страницу в браузере Должно появиться вот так, как у меня Нажимаем детали Мы установили уже с вами сайт Сейчас посмотрим, как он выглядит Вот смотрите Адрес Это мой У вас тут должен быть свой Адрес админ панели Юзерные Это логин Тут ваш email Инсталляция Патч Это путь до ваших файлов и папок То есть это сам сайт, где лежит Конечная папка publish.html Имей базы данных Давайте посмотрим Кликайте по вашему адресу У вас должно быть вот такой вот Журнальный шаблончик То есть родной, оригинальный Он выглядит вот так Смотрим админку Кликаем по админ URL Нас перебрасывает в админ панель Поздравляю, мы установили с вами WordPress Зайдите в админскую часть своего сайта Кликайте по кнопке консоль Сейчас произведем базовые настройки нашего движка Нашего сайта Дальше идем Инструменты Настройки Кликаем туда Вот здесь вот важно Название сайта Сразу пропишите, продумайте Ключевые слова То есть как в поисковой системе Например, Яндекс или Гугл Будет отображаться сайт Название сайта Как ваш сайт называется Сайт о клубной музыке Или портал клубной музыки Или сообщество диджея В общем подумайте Какая ваша тема Пишем это здесь Название сайта Соответственно, краткое описание Это описание вашего сайта Более подробно Тут, то есть, например, 2-3 слова Там порталы для музыкантов Или что-то А тут уже более описание Здесь ничего не трогаем Ваш email Членство Любое может зарегистрироваться Если вы хотите, чтобы у вас люди могли регистрироваться на сайте То есть была такая возможность Ставьте здесь галочку Роль нового пользователя Подписчик оставляем Часовой пояс У меня Москва Выбирайте свой Формат даты Оставляем сюда точку Формат времени Ставим сюда Первый день недели Понедельник Язык русский Сохранить изменения Кликаем Идем дальше Сюда Написание Форматирование Преобразовать Снимаем Галочку Оставляем Так, ничего здесь не трогаем Рубрики потом создадим Основной Формат записи Стандартный Основная рубрика Для ссылок Оставляем Здесь Это нам не нужно Здесь больше ничего не трогаем Сохранить Нажали Идем дальше Чтение На главной странице Отображать Ваши последние записи Или статическую страницу Пока оставим Ваши последние записи На странице Блога Отображать Не более Ну поставим 12 Записей В раз 10 Оставляем Для каждой статьи В ленте Отображать Полный текст Лучше поставить Анонс Видим Из поисковых Систем Здесь Ни в коем случае Не ставьте галочку Нажимаем Сохранить Обсуждение Здесь вообще Стоят настройки Как бы правильно Не надо ничего Вы можете прочитать В дальнейшем Немножко Когда освоите Эту систему Сможете сами Тут поиграться С настройками Здесь пока Ничего менять Мы не будем Медиа файлы Кликаем Здесь тоже По сути Можно не трогать И очень важный момент Постоянные ссылки Это так называемый Чипу Понятный Урл Для людей Здесь Нужно Один раз Выбрать В начале Создания Вашего сайта И это Трогать Будет Нельзя Если вы Уже Полгода Год Ваш сайт Существует В интернете И Вы Вот тут Захватите Вдруг Изменить что-то Поставить Что-то Другое Или Или Вот здесь Изменить То Поисковые Системы Вас Накажут Вы Пойдете В выдачу То есть Вы Например Будете Уже Высоко Там В яндекс Топ Десять Например Среди Своих Конкурентов А Если Вы будете Здесь Вот так Играться Постоянно Дергаться Вас Система Выкинет В самый низ Улетите Ниже Своих Конкурентов Поэтому Я советую Вам Здесь Это Не Менять А Здесь Нужно Прописать Вот Что Удаляем Вот Посмотрите Внимательно И Пропишите Вручную У себя Вот Здесь Так Как У меня Здесь Написано Все Надеюсь Я Понятно Здесь Объяснил Сохранить Изменения На этом Базовые Настройки Нашего Вордпресса Закончены Сейчас Хочу Вам Показать Второй Способ Установки Движка Вордпресс На наш Хостинг Ручной Он Немного Посложнее Но Я считаю Что Вы Должны Знать Как Это Делается В ручном Режиме Чтобы Вы Могли Его Установить На Любой Другой Хостинг И так Идем В Яндекс Вбиваем Скачать Вордпресс Нажимаем Найти И вот У меня Вторая Ссылка Выпала У вас Она может Быть Либо Выше Либо Ниже Главное Адрес Смотрите Зеленым Написано Ru.wordpress.org Русская Поддержка Вордпресс Будьте Внимательны Откуда Вы Качаете Движок Вордпресс Обязательно Качайте Только С официальных Сайтов Не Нужно Качать С 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 Вот Нас Перебрасывает Вот На Такой С С Русской Поддержки Вордпресс Также Здесь Форум Есть Почитать Документация Ознакомиться И Сразу Кнопка Скачать Вордпресс Тут Всегда Актуальная Последняя Версия Русская Качаем Ее Отсюда Кликаем Я Убираю Например Скачать На Рабочий Стол Нажимаю Сохранить Архив Весит Всего Ничего 6,2 Мегабайта Вот Это Папка Вордпресс Наш Сайт Движок Который Я скачал Перед Заливкой Его Нужно кое-что сделать Так как Он Находится Еще В папке Открываем И только Вот здесь Лежат файлы Нам нужно Его распаковать И запаковать Заново Чтобы Вот эти Файлы Они легли В корень Сайта А иначе Наш сайт Не будет доступен По нашему адресу А будет доступен По адресу Slash WordPress Папка Вот это Вот То есть Это неправильно Это делать Не сложно Извлечь Текущую Папку Идет процесс Извлечения Ждем Открываем Архив И вот Здесь все Выделяем И Здесь Архивируем Здесь Выставить Нужно ZIP Метод Жать Хороший И протестировать Файл После упаковки Нажать ОК И уже Вот этот Архив Заливаем На Хостинг Идем На хостинг Главное Хостинг Я зарегистрировал Еще один Тестовый домен Вы Заходите В свой Идем Вниз И нам Нужно Раздел Веб-сайт Импортировать Сайт Кликаем Сюда И сюда Можно просто Перетащить Мышкой Наш Архив И отпускаем Мышь Вот этот Зеленый Индикатор Показывает Распаковку Файлов Немножко Ждем Тут Показано Что Загружен Файл Нужно Нужно Еще Немножко Подождать Чтобы Распаковались Файлы Пока Это Происходит Мы Делаем Следующее Действие Кликаем Сюда Наш Сайт По Нашему Домену Идем Вниз Большинство Большинство Сайтов Устроено Так Что Они Работают С базой Данных Нам Нужно Здесь На хостинге Создать Такую Базу Находим Внизу База Данных Нажимаем База Данных Майсиквей Так Как Мы Только Все Зарегистрировали Установили У нас Пока Нет Ни Одной Базы Это Очень Легко Имя База Данных Что Что Угодно Пишите Или Английские Буквы Либо Цифры Можно Поставить Просто Один Имя Пользователя Пускай Будет Таким Же Пароль Не Меньше Шести Знаков Нажимаем Создать Вот Ниже Мы Можем Наблюдать Нашу Базу Данных Нам Сейчас Понадобятся Эти Данные И Пароль Который Мы Сейчас Только Что Создали К Этой Базе Для Того Чтобы Наш Ворд Пресс Произвел Соединение С этой Базой Что Мы Делаем Дальше Вот Здесь Вот Просто Можете Копировать Свой Адрес Сайта Нажимаете Копировать Идете В Адресную Строку Вставляете Его Сюда И Нажимаете Enter Если Вы Все Сделали Правильно То Ворд Пресс Встречает Вас Вот Такой Вот Первой Страничкой И Тут Есть Одна Кнопка Вперед Нажимаем На Нее И Вот Здесь Важный Момент Нужно Правильно Прописать Доступ К Нашей Базе Данных Идем Нашу Базу Нам Нужно Имя База Данных Соответственно Здесь Надо Все Удалить Кроме Префикс Таблицы Ее Не Не трогай Ни В коем Случа Имя Баз Данных Баз Данных Пользователь Баз Данных Вот У нас Копируем Ее Вставляем Будьте Внимательны Чтобы Никаких Пробелов Ничего Больше Не захватилось Чисто Вот Это Вот Название Имя Пользователя Следующее У нас Она Такая Ж Пороли Которую Вы Придумали В базе Данных Вписываем Сюда У меня Свой Сервер Баз Данных MySQL Сервер Это Вот Название Вставляем Сюда И Нажимаем Отправить Все В порядке Вы Успешно Прошли Эту Часть Установки Следующий Шаг Запустить Установку Дальше Вписываем Название Сайта Это Тоже Самое Те Поля Которые Мы Создавали При Автоматическом Создании Сайта Название Имя Пользователя Можно Админ У вас Своё Пароль Я Напишу Слабый Тут Видите Показано Слабый Соответственно Вы Сделайте Посложнее Для Своего Сайта Обязательно Запомните E-mail Я Напишу Дефолтный Вот Здесь Галочку Обязательно Оставляйте И Нажимаем Установить Водпресс Поздравляем Водпресс Установлен Войти Нажимаю Это Вход Значит В админ Панель Вписываем Свой Имя Пользователя И пароль У меня Свой У вас Свой Пробуем Зайти В админ Панель Вот Так Выглядит Админ Панель Это Окошечко Добро Пожаловать Можно Закрыть По крестику Поздравляю Мы Только Что Установили Вордпресс В ручном Режиме Вот Сюда Можно Перейти На Сайт Посмотреть Как Выглядит Сайт Тоже Самый Шаблон Ну Соответственно О смене Шаблона И О смене Коммерческого Премиум Шаблона Мы Рассмотрим В следующих Уроках